Итак, Пергам перед нашими глазами. Столица нашего оппонента Пергама одноимённого. А Нагора сейчас с пикинерами, с бронзовыми щитами прикажут идти вперёд, и дни этого города фактически уже будут сочтены. Итак, давайте-ка насладимся этим зрелищем и действуем, ребят, выходим вперёд и решаем, решаем тут всё. Так, противник уже видно. Так, граждане-всадники уже выходят. Так, пока-пока-пока не спешим. Так, касаемо Кавалри, так, толпа, понятно. Ну-ка, пока, смотрите, шерстите всё, ребят. Так, вот, не метать ли дротиков, ясно. Пока, обратно. Так, ну-ка, давайте закинем их тут говном. Далеко просто, не у него нет, не выходите. Так, в принципе, эти могут подождать, ребятки наши, пока что. Так, ну чё, ведём обстрел, значит, метатели дротиков. Тут у нас восточные лучники, у них, по идее, очень большой радиус обстрела должен быть. Закидываем пока что. Так, ветераны гоплит у нас тут. Так, стоп. Так, ну они, в принципе, уже и на месте. Выстрелим, выстреливаем. Так, что у нас здесь пока на флангах? На флангах конницу мы разбили, отлично, идём далее. Ну, очень много противников. Хотя тут, конечно, да, в основном прачники и всё такое. Тем не менее. Здесь, я думаю, лучше, наверное, не соваться пока что. Тут сейчас какой-то беспредел начинается. Тут у нас взаимный... Не знаю, перестрел какахами. Так, вот пикинеров тут, короче, сейчас вообще какой-то бред. Начинается, будет всё очень сурово. О боже, просто такие жуткие, жуткие перестрелки. Так, выходим. Самая жизнь начнётся сейчас. Так, всё, попёрли, попёрли. Так, ну чё, вот он и замес пошёл. Основной исход событий будет зависеть вот именно от... От этой битвы. Мне нечестно признаться, не хотел бы я быть прям в середине этого замеса. Давай, 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 нападаем, нападаем. Так, чё у нас пока здесь? Так, здесь мы отрезали застрелщиков, отлично. Слабо, холост. Так, давайте-ка, давайте-ка, решаем, решаем. Блин! Идём дальше. Так, надо с ним кончать. Так, вперёд, 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 на мыло. Стоять! Бронзовые щиты в деле, они, как всегда, исправят положение. Так, отлично, наши лучники молодцы. Идём дальше. Скоро всё решится. Наши хоть... И начали убегать, но, тем не менее, быстро возвратились к себе обратно. А здесь, тем временем, уже начинается обстрел с другой стороны, отлично. Давайте поможем нашим. Так, ну и... Тихо, тихо, тихо-тихо-тихо-тихо, бля. Беспредельщики, блин. А, у них всё, у них закончилось. Так, ну, тем не менее, ладно, пусть... Пусть кони тоже помогут. Атакуем врага психически, как говорится Ну че, вот Дарей и пришел твой смертный час На самом деле Дергам будет наш И ничего ты с этим уже не поделаешь Тем не менее, Дарей стоит до конца Вперед, помогаем Да, наши ребята уже очень сильно покоцаны, побитые Но самое главное, выстрелили, молодцы Именно в этой земле будут лежать трупы Пергамских ублюдков Так, отлично, ублюдки разбиты И осталось всего ничего Все, ребята уже сломлены и бегут Все, Пергам уже под понтом Это уже можно говорить с уверенностью, ребят Да, это была жаркая битва Много наших было потеряно Но самое главное Столица врага занята По Пергаму нанесен непреодаримый урон Ну и конечно же, спасибо Понтийской агентуре Как и всегда, понтийские агенты на высоте Вперед! За Митридадо, ребят Что ж, отлично поработали Все отлично поработали Лучники, пехота и так далее Думрито уже, наконец Так, ладно Своих, в своих Не стреляем только, ребят Все Да, это была тяжелая победа Но мы выстояли Кстати, очень много Убийств Надо заметить на счету Именно нашего полководца Антагора Ну, а это значит, что ребята С бронзовыми щитами Еще те вояки Поэтому потихоньку Надо переходить на более мощную фалангу Что же, тактика Блицкрига Подействовала Мы захватываем Пергаму И теперь у бедного Пергама Остался один Эфис Их столиц Ready for battle Что же Меня радует это развитие событий Так, доки Доки, доки, доки Оки-доки Так, по сути, что нам осталось Надо сейчас пополнить Вот эти вот наши войска Так И в не комедии Наверное, построить еще один флот Хотя вот я вот думаю С радосами Радосов тоже ведь надо валить Да побыстрее Если есть такая возможность Так, ванкере Что тут у нас Так, священная земля Форму Как интересно Так, мастерская Восточная баллиста Ну, сейчас она нам не нужна Так, ну давайте предместе тогда Пусть у нас будет еще больше доход Потихоньку будем мы выстраивать Стратегию Поведения Так Ну, что с наемниками Будем делать Так, наемников я думаю Мы распустим Так Так И побольше Нормальный конец Так Это у нас тоже наемные застрелы Избавляемся Так Все Остальные наши вроде Так Ну, пусть 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 будет еще пехотка Хотя у нас уже денежек капал Кот 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 наплакал, да? Так Так, переобучаем Так, ну что же Теперь ждем действий Действий врага Куда пойдут сыны Ареса Будем исходить из этого Так Во Мы можем сейчас Из икония напрямую Подвести 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 Сынов Реи Так Я думаю Будет самая тема Посмотрим Куда двинутся дальше Сыны Ареса Сыны Реи Против сынов Ареса Гоу Так А, кстати У нас еще Есть Эдикт Так Так Ну что же Давайте на Наверное Что у нас Стимуляция торговли Так Доход от всех торговых сооружений Или на налоги Давайте Налоги на урожай Пусть будут А ребята Ребят уже голодают Тем временем Ну что же Пергам остался заперт В эфисе Они Мы просто-напросто Усыпили Бдительность И они за это Поплатятся Ну вот уже Армения Посылает свои войска Отлично Бедные Ребятки Так Ну понятное дело Сейчас они все будут Укрепляться в эфисе Правильно делают Потому что Тут еще В случае чего Могут помочь Родосцы Так А мы пока Налоги делаем Херачим налоги Так Здесь у нас что Ух блин Как дорого Башенная Гексера Ё-моё Да Всидо Всидо Как мы видим Мощно А Тут Тут у нас Сухой док Так А раз у нас тут Сухой док Всидо То туда получается Так Стоп А тут Крытый А тут Крытый Занавес Блин Дороговато Стоит Слушать Так Тысяча 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 Двадцать Башня С лучниками Ну-ка Давайте-ка Пока Наймем Парочку Так Восточная Баллиста Восточная Награ Да По содержанию Это конечно Нам обойдется В копеечку Я чую 227 Блин Ну пусть Я думаю Вот этими Тремя Отрядами Мы сейчас Укрепим Наш флот Потому что С этими Ребятами Тоже Надо Кончать Тут Они уже Начали Флот Строить Понятно Все Ну тогда Тогда Мы продолжим Тогда мы Продолжим Собственно Гнобить И дальше Так Упущенная Возможность Но тем не менее Есть также Возможность Эту бабу Прокачать Ну а нам Что Нам Остается Только одно Выходить И выходить Дальше И добивать Видите Добивать Убивать Вообще Резать Всех Так Сейчас Тут Мы Тоже Восстановимся Так И встаем Лагерем Так Еще Немного Восстановимся И Пойдем Пойдем Бетлиться Да Что Сегодня Сегодня Им Везет Явно Надо Замесить Сегодня Этим Ублюдкам Везет Но Ничего Эфис Падет Это Я вам Обещаю Ребят Это Я вам Просто Обещаю Так Пусть Пока Сыны Амазонок Побудут В Пергаме Так Наша Военная Компания Продолжается Но Я думаю В принципе В этой серии Мы их добьем Я на это Надеюсь Хотя Из Эфиса Они наверняка Выходить Сейчас Не будут Нам Сейчас Надо Усилить Флот И Заблочить Там Соответственно Радоссов Потому что Радоссы Нам там Не нужны Рядом С Эфисом Это Прямо Сто Процентов Но Я хочу Всю Малую Азию Ребят Я хочу Ее Всю Но Тем более Еще И со Спорт Отношения Недружественные Но Я не знаю Они Тем более Не хотят Сатрапию Поэтому Они Они Погибнут Они Погибнут Под нашим Ветом Или Клеер Хедит Я Не Согласен Слушайте Это Это Дерзко Ребят Это Очень Дерзко То Что Вы Сейчас Сделали Мы До Вас Все Рано Дойдем Ребят Вы Че Так Ну Ок Ок Ладно Ладно Так У нас тут Полный стэк Раз Два Три Ну да Так Копейщики Щитоносцы Это конечно Ребята Неплохие Но Блин На них Тоже Полагаться Не стоит Гоплиты Ополщенцы Ну Че поделось Ладно Вылузку Мы делать Не будем Че мы Что Самоубийцы Давайте Они хотят Пойти На пергам Ну что Я сделаю Все Чтобы Они Были Уничтожены В принципе Здесь можно Организовать Грамотную Оборону Улучки Здесь Узкие Так И по сути По сути По сути Че нам Надо Какие Направления Держать Нам по сути Надо Вот этот Квадрат Держать Враг У ворот Оборона Пергама Обещает Быть Крайне Интересной И увлекательной Все Дело В том Что Противник Подойдет С очень Такого Интересного Ракурса То есть Мы Практически Можем Встречать Врага На подходе Если Зайти Вот сюда Вот еще Как Как Нибудь Расставить Поближе Не получается Да Жаль Можно Вообще Дальность Их Стрельбы Так Ну Давайте Вот так Поставим То есть Можно Попробовать Расстреливать Противник Прям Вот С гор Правда Тут Довольно Охраничный Обстрел Получается Все равно Так Вот так Блин Даже Еще Хуже Будет Не Ну Хотя Почему Норм Норм В принципе Норм Ладно Поехали Посмотрим Да Вангуи Будет Знатная Битва Мы готовы Встретить Противник Так Противник Так Вторая армия Пойдет Следом За ними Где Они Тут У нас Вылупились Вижу Это Меньше Ее честь Или больше Я не помню Так Ну В любом Суще Обходить Им надо Будет Очень Очень Долго То есть Они Скорее Всего Устанут Нас Обходить А тут Мы уже Полная Так Скажем Боеготовность Так Ну Мы Готовы В принципе Кавалерию Кавалерию Пусть Будет У нас На Возвышенности Пока Ждем Ждем Ребят Ждем Гостей Тут В принципе Такое Дело Да Тут Если Не Дострелят Соответственно Лучники Дострелят Прачники Куда Поближе Еще Подходить Так Давайте Стреляем Ну И Так Пошли Первый Залп Пока Так Ну Ребят Стоят Хитражок И Урона Так Стоят И ждут Причем Причем Как-то Странно Стоят Но Ждут Подмоги Видимо По идее По идее Их Лучше Сейчас По одному Сейчас Выстрелить Да Так Ну Неплохо Да Смотрите Какой урон Идет Так Знаете Че Так Выйдите Пока Вот На такое Расстояние Попробуйте Что-нибудь Сделать Так Может быть Нам удастся Туда Обстрелять Еще Вот Этих Парней Ну Сейчас Увидим В принципе Тут Можно Неплохо Обороняться Как Я Уже Говорил Так 130 Отлично Отлично Выстреливают Ребята Поближе Тоже Ребят Да Да Ведем Огонь Так Самое главное Успеть До наступления Конницы Если че Но Насчет Конницы Тогда На всякий случай Выделим Тут два Отряда Будет он Следить За ними Так Давайте Поближе Так 103 Неплохо И конечно Может Надеяться На то Что У нас Скоро Закончатся Стрелы Но Пусть Не обольщаются На это Так А вот Остальные Лучники Прибыли Отлично Ну что Давайте Устроим Тут Варфоломеевский Туман Как я это Называю О да Как же Я обожаю Смотреть Как они Сыпятся Просто Так Просто Голд Шаур Голд Шаур Мы им делаем Так Ну и Давайте Пусть Патролят Их Собственно Еще И Конные Застрелы Почему бы И Нет Так Пикинеры Идут Так Переключаемся На Пикинеров Ребят О Вот Это Вполне Норм Так Конницу Я пока Что Не Вижу Но И Гуд Не Спешим Не Спешим Ребят Закидываем Какахами Так Вот Эти Граждане Давай Сюда О Обожаю Обожаю Просто Так Блядь Дебилы А Сука Как Как Меня Этим Они Бесят Пару И Дуболомы Так Уходим Обратно Бежим 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 Джохар Нас Стреляют Так Ну че Самое место Его сейчас Начнется Стоп Стоп Ви Стреливаем Давай 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 Кидаем Как Так Собственно Лучники Смотрим Еще Раз Так Чтоб У всех Режим Перестрелки Был Лучники Тут Должны Играть Главную Скрипку Получили Левел Отлично Так Бежим 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 Так Че Вы Делаете Ёпта Оставайтесь Тут Тут Обстрела Вроде Нас Тут Нормальная Позиция По идее Или Нет Почему Они Убежали Так Ладно Сейчас Начнется Мясо Поэтому Давайте Бежите Бежите Блин Глупцы Еб Мать Сейчас Начнется Ибо Воистину Э Бля Так Это я Хорошо Так Обстреливаем Засранцев Так У нас Тут Первый Контакт Так А тут Может Уже Постоять Так Че У нас Тут Так Обстреливаем Обстреливаем Гадов Давайте Парочку Зарядов И все Парочку Зарядов Им В жопу В жопу Так Ну че Тут Короче Стоим Стоим Пока Стоим Обстреливаемся Застреливаемся Очень Много Пехоты Конечно Тут Ничего Не Поделось Не Тут Они Короче Не Не Стреляют С такого Края Поэтому Придется Всех Вот Сюда Вот Сейчас Посылать Так Если Че Тут Наши Будут Стоять Защищать Продолжаем Обстрел Так Тут У нас Граждане Всадники Уже Нагонек Зашли Что Жигут Так Тут Атака Захлебнулась У них Туда Они Два Отряда Пустили И Все Тут Они Больше Ничего Не Добились Так Надо Знаете Кого Еще Послать Вот Этих Двух Ребят Давайте Укрепим Фронт Так Это Конечно Так Себе Укрепление Но Тем Не Менее Так Тут Неплохо С двух сторон Сразу Стоят Ребята Нихера Себе Тут Тут Просто Какой-то Мужицкий Дождь Из Восточных Прачников Смотрите Что Творят Так Ну Ничего Зварушка Понеслась Соответственно Так Стоять Блин Вот Я им Не Завидую Такой Сейчас Им Форевер Лоял Сделаем Отлично Если Ублюдки Уже Бегут Так Ну Все Подмогаем Короче Теперь Всех Вот Сюда Давайте Несем На всех Парах Пергам Должны Помочь Затащить Все Стрел У нас Еще Точно Долго Не Закончится Поэтому Я думаю Неплохая Такая Будет Заварушка На Сервелад Всех На Сервелад Так Тут Уже Все Уже Потихоньку Сливаются Наши Так Тихо Значит Идем 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 Неплохая Норм, норм. Пока стоять. Убейте мне Евгименниду. Евгенгниду. И если мы их сейчас всех поперебиваем, то отлично, у нас получается Эфис останется свободен. Все, мы в глобальном замесе. Срубаем всех. Так, тут у нас каплейцики колеблются. Ой, боженьки, боженьки, боженьки. Это, это, это жесть. Так, давайте посмотрим на всю эту жесть. Так, наш тут тоже, конечно, сейчас немного ссут, но ничего. В пергамскую знатную конницу выстрелим в первую очередь. Хотя, кого угодно того и валить. Так, я думаю, пока что-то сделать. Так, тут у нас прачники со знатной конницей. Давайте-ка попробуем их обойти. Теми конями, которые у нас есть. Какого хера? Я ничего не понял, как они так прошли, откуда они приходят каждый раз. Давайте, еще-еще. У них, в принципе, уже большая часть гоплитов уже пошла по жопе. Так, остались пикинеры. Поэтому их тут в первую очередь и надо выстреливать. Да тихо вы, е-мое. Куда вы бежите-то, Алеша? Так, нервного братца, гол. Так, пока переварим пельтастов и заходим сейчас с нашей конницей с тылу. Так, попробуем с прачниками, еще не сделался. Так, стоять, блядь. Все, повыбивали дальше, херач. Так, короче, нам надо срочно в таляк уйти. Давай, сейчас сделаем это. Так, тут у нас знатная конница. Так, полководится. Ога, ога, ясно. Короче, нам нужно раш конницей. И все. И все будет покончено. Раз и навсегда. О, давайте, отлично, отлично, отлично. На пикинера на набранце, сейчас еще и они побегут. О, отлично, отлично. А сам пресс-нефайер. Перед, вперед, вперед. Не тупим. Ну, что там с ними, е-мое. Валите этих пельтастов. Откуда они, правда, появились, блин? Откуда-то приходят из жопы. Перемалываем, перемалываем. О, уже, 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 уже выстреливаем и... Полководца, отлично. Все, все идет по плану. Блин, два... Ё-моё. Че, вы подраздать, что ли, попали? Блин. А, вы, вот они. Так, ну... Да, ситизны, конечно, не особо, да. У них с судьбинушка вышла. Но ща, ща, подождите, вальца. Как всегда, победа в основном зависит от конницы. Останется ли у вас конец под конец или нет? А, все, они уже и так сейчас ливнут уже. Так, ну, че, в принципе, это конец. И это уже прям однозначно конец Пергама. Вся их армия разбита. Что же, интересное вышло сражение. А вот теперь их надо добить. Теперь я буду это делать с большим, при большим удовольствии. Гоплит извращенцы. Кто тут у нас еще? Пикинеры. С превеликим удовольствием, знаете ли, будем это делать. Так, лучники, всем спасибо. Всем, всем, все свободны, расходимся. Все, дальше займется всем этим делом, конится. Да, очень много трупов. Он будет в нашем раздолье, да? Они думали, что им все удастся. В итоге они проиграли все. Пергам. Бросили последние свои силы на отбитие своей столицы. Что же, панель пропал. И на этот раз он действительно пропал полностью. Отлично. Так, где строить? Ну, только посмотрите на это. О, да. Это просто-таки гора трупов. Ну, нашим, конечно, тоже перепало. Как мы видим, очень много потерь у пехоты практически. Она полностью вся изрешечена. Но, самое главное, пергам мы отстояли. И больше нам, по сути, ничего не угрожает. Оперативно. Молодцы. Антагур. Молодец. Сработал. Сработал на 5 с плюсом. Поднять пики. Отдыхаем, ребят. Еее. Пергам наш. Отстояли. Молодцы. Еее. Это действительно, вайс, ну, тяжелая победа. Ну, мы это сделали. Итак, было их 3,192. Потеря 2,878. Чуть больше 200 человек выжило. Само собой, это никуда не годится. Отлично так понабивались, замечательно. Ну, все. В принципе, теперь нам никто не запрещает идти на Эфис вообще. Ни разу. Конечно же, мы их убиваем. Зачем вы нам, собственно, нужны? Так, смотрим за действиями Родоса. Да, сыны амазонок просто вообще молодцы, красавчики. Так, афины уничтожены, добили их спартанцы. Итак, что тут у нас? Ну, давайте тоже урон стрелковых отрядов сделаем. Ну и, в принципе, все. Атакуем противника. Так, перед этим попробуем потравить колодцы, насколько можем. Отлично. И еще раз. Во! Совсем другое дело. Ну что, ребят? Взять Эфис. Красиво, наверное, будет смотреться, да? Просто, ребята, ни о чем. Ладно, давайте уже их добивать. Черт, вы матери. Хватит лирических отступлений. Оккупируем поселение. Пергам втоптан, мать твою, в землю. Что же, мы стали хозяевами всей Малой Азии. Она полностью под нами. И за вот эту вот маленькую военную кампанию... Да, Малая Азия, Малая Азия под нами. Теперь осталось разобраться с внешним раздражителем. Вот этими вот ребятами. И, в принципе, все. На этом все будет кончено. Так, себя отплыли, что ли? Ублюдки, черти. Да, пусть пока ужас Харибды восстанавливается. Потому что он нам потом потребуется в Черном море. Вот этот вот флот. Орденоносный. Аристокла. Фу. Ну что же, программа минимум выполнена. Но это еще не конец. Это еще не конец. Потому что, как я уже говорил, нам сейчас надо, как только мы разберемся с этим гребаным Родосом, нам надо будет патрулировать Черное море. Потому что здесь у нас сопротивник Имерия постоянно свой флот таскает. Ну а так, в принципе, еще можно... Можно расслабиться и получать удовольствие от... Жатвы. Как я это называю. О да. Ой, какие же мы молодцы, ребят. Ну ладно, еще, как я уже сказал, нам рано расслабляться. Потому что теперь... Следующий удар это Родос. Вот разобраться еще с Родосом, и тогда все. Тогда уже 100% можно будет пить пиво. И все остальное. Так, тактика отлично. Ну что же. Пергама, понтийские войны подошли к концу. Малую Азию мы взяли полностью. Теперь понт является властелином Малой Азии. Что же. Покойный Митридат, я думаю, был бы чертовски доволен сему факту. Я думаю, мы порадовали старика. Посмотрим, какие у нас дела на 197-й год до нашей эры. Что же, вполне неплохо. Как вы можете видеть, у нас очень такая уже довольно-таки фракция вышла. Прям-таки не царство, а уже целая империя. Можно сказать. Так. Мы, кстати, торгуем-торгуем с Римом. Это тоже очень хорошо. Мы окружены таки союзниками. Спартанцы наши оборонительные союзники вместе с Египтом. Калхида. Кто тут у нас еще Трапезунт. Вот поэтому я думаю, да, сейчас надо будет нашим союзникам помочь. Потому что как-то Трапезунт здесь увяз в войне с Ардоханом и Аорсами. И плюс ко всему тут еще и Кемерия. То есть вот надо вот с этим причерноморским блоком тоже разобраться. Также непонятны пока что дела с Македонией. Вроде как бы мы с ними не воюем, но отношения не к черту, честно говоря. Хотя, в принципе, сейчас становятся потихоньку нейтральными. Ладно. Я пока не буду вмешиваться в эти заварушки Спарты с Македонией. Пусть воюют друг с другом. Вот. Пока что будем мы пожинать плоды. Другое дело то, что вот Египет к Спарте как-то не особо относится. Это да. Вот было бы неплохо еще и военный союз сделать. И тогда вообще красота была бы. Так, посмотрим по целям. Так, что у нас тут? 22 поселения. Ну, до 90 еще, конечно, идти-идти. Так, Вифини и Понт у нас есть. Галатия и Каппадокия на месте. Отлично. Так, нам осталось захватить Боспор. Блин, все-таки Египет. Придется с ними все-таки. Ну, либо если... Все-таки надо с ними сделать, не знаю, военный союз. Неохота мне на них идти и Персиды. Вот на Персиды, наверное, придется идти. Так, либо что у нас? Либо экономическая победа. Так, один фиг придется идти в любом случае на этих ребят. Так, Сирия. Бакт. О, нет, культурная победа это слишком долго. Короче, как всегда, военной победой обойдемся. Так, ну что же, такие дела у нас с вами. Короче говоря, можно пока что Мальца праздновать, потому что... Как я уже сказал, задача минимума выполнена. Мы теперь полностью контролируем Малую Азию, ребят. Поэтому я вас и нас всех с этим поздравляю. Ну, а с вами был Термиш. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Не переключайтесь. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Дальше еще много интересного. Продолжение следует...